Всем привет, с вами Настя, это магазин Папироска РФ И сегодня у нас на обзоре дрипка от компании iJoy Встречайте, Вандер Вепико Новый дрип-атомайзер от компании iJoy, который регулярно радует нас своими новинками Вандер Вепико, выглядит стильно, строго Но главной его особенностью является то, что у него есть два обдува Это нижний и боковой В общем, пока я не заспойлерила все его особенности, давайте посмотрим на него поподробнее В комплекте от iJoy вы можете найти сам атомайзер, отвертку, комплекты для первой намотки из двух спиралек лептона, ваты, а также есть ремкомплект из орингов и винтов В общем, все, что нужно Размер атомайзера 24х38 мм Вес 42,9 грамм Доступен в трех цветах, черный, стальной и радужный Изначально атомайзер выпускался в комплекте с одноименным механическим модом Но он настолько хорошо себя зарекомендовал, что компания iJoy в итоге решила сделать его доступным в качестве самостоятельного устройства Внешне, как я и говорила, атомайзер выглядит достаточно строго и поэтому органично смотрится на разных батарейных блоках Сверху, как стало нынче модно, 810 дриптип из пластика ультом Снизу же регулируемый хорошо выступающий пин и винт, удерживающий носовую стойку Обдув есть как нижний, так и боковой Боковой регулируется вращением топкэпа Причем дополнительного можно полностью закрыть, либо же оставить под одну спираль С нижним так поступить нельзя, он будет всегда открыт Но так как обдув внутри приподнят, то течь не будет Максимум может, как и у всех, образоваться конденсат Конечно же, если бы завезли регулировку нижнего обдува, было бы просто отлично А так остается либо нижний вкусовой обдув, либо наваливать на обоих сразу Конструктивно дрипатомазер разбирается на 4 части Это база устройства, тело испарительной камеры, топкэп с воздуховодами для регулировки количества подаваемого воздуха И сферической обработкой внутри И дриптип База достаточно удобная, с близкой к классике стойками Тут они удобно разнесены на разные уровни, чтобы было легче устанавливать спирали Отверстия для спирали большие, фьюзды влетают в них спокойно и надежно фиксируются хорошими винтами под крестовую отвертку Собственно, использую я здесь в основном те самые фьюзды по 6 витков на оправу 2,5 мм И располагаю их чуть выше центральной стойки, чтобы со всех обдувов все грамотно обдувалось Вату просто укладываю до надеки и хорошенько заливаю глубокую ванночку жидкостью Парила я в основном на всех открытых отверстиях обдува Так что вкуса, что пара вышло прям оптимальное количество По итогу мы имеем дрипку со стильным и лаконичным дизайном Также она сделана хорошо, ничего не закусывает и не заедает Ну и собственно у нее имеется простая для намотки база Единственный конструктивный минус это нет регулировки нижнего обдува Так как при переноске в кармане, конечно, лучше бы его закрывать А теперь давайте придумаем этой дрипке какое-нибудь народное название Что-то типа Wonder Waffle, ну или что-то типа того В общем, пишите свои креативные идеи в комментарии А самых оригинальных я отмечу в следующем обзоре Не забывайте про лайк, подписку и колокольчик Ну а с вами была Настя, всем пока!